Говорит и показывает Минск Говорит по медицинской тематике Кстати она очень всех волнует Это в топах всех медиа Все разговоры вокруг этого Но это и понятно Люди в какой-то момент подумали Что медицина победила все болезни Но природа такой преподнесла нам урок Страшная статистика Которую сегодня я в интернете посмотрел 120 миллионов человек заболели коронавирусом Переболели И 2,7 миллиона случаев летальных исходов Кстати США заявила о том Что в историю всех мировых войн Америка не потеряла столько людей Сколько умерло во время пандемии Вокруг темы ковид Естественно формируется Какой-то клубок проблем Скандалов Этим пользуются политики Экономисты, блогеры, оппозиционеры Отчасти даже врачи Которые хотят распиариться Каким-то странным образом Скажите какова реальная ситуация С пандемией у нас в Минске Какие-то может быть есть цифры Данные и прогнозы Ну реальная ситуация в городе Минске Сейчас на данный момент Она как раз неплохая Все знают, что прошла первая волна Август-сентябрь была у нас Какая-то передышка И с осенью у нас началась вторая волна Вторая волна у нас поднималась И пик ее был где-то конец декабря месяца Январь-февраль у нас пошло Реальное снижение цифр заболевших На данный момент у нас от Ну как мы называем пик второй волны У нас около 50% Менее 50% составляет число заболевших И постепенно мы снижаемся Ну где-то последние две недели Мы стоим примерно на одном уровне К сожалению, мы не можем сказать Что не будет третьей волны Об этом говорят и инфекционисты Об этом говорят и эпидемиологи Об этом говорит и показывает Ну все окружающие страны Все знают, что сейчас в Европе В Польше ввели локдаун В Чехии ввели локдаун То есть заболеваемость там растет Мы ожидаем, что у нас тоже будет Подъем заболеваемости Так называемая третья волна Но ожидаем конец марта Начало апреля Вот я только хотела сказать Вот что с 12 марта У нас с 12 ноября У нас действует масочный режим Мы об этом предупреждаем Но вы стали говорить о снижении случаев 50% к пику Может быть имеет смысл Как-то отменить масочный режим Потому что случаев коронавируса Меньше не стало Как на ваш взгляд Вообще на самом деле Играет какую-то роль маска на лице Вот реально И как врача И как чиновника Однозначно И как врача И как чиновника И как простого человека Который тоже ходит по магазинам В транспорте Маски должны быть обязательно У нас в последнее время Мы заметили, что Ну, настороженность народа Действительно снизилась И многие начинают отказываться От масок Этого делать ни в коем случае нельзя Потому что это В том числе и защита Как бы критически Как бы скептически Многие не относились Но это действительно защищает На этой неделе Наше агентство Минской новости Снимало сюжет О том, что минчане Действительно расслабились И самим слышно Как часто в метро Напоминают Наденьте маски Наденьте маску Многие заходят Но вот люди говорят Что заболели А ходили в масках То есть это не блокировало Их, скажем так, заражение Во-первых, маска Она не столько защищает От заражения Но надо думать Об окружающих Если человек Ну, это называется Продромный период Если он только еще Даже не знает Что он болеет Но он уже может Выделять вирус То надо подумать Об окружающих Потому что он может Принести болезнь легко Особенно это молодые А рядом с ним Будет находиться Пожилой человек Родственник, неродственник Который может Эту болезнь перенести тяжело Маска защищает В том числе и окружающих тоже Не только себя Но и окружающих В общем, мне кажется Менчане довольно дисциплинированы В магазинах Но редко увидишь Человека без маски Все-таки Ну, в магазинах Как-то, да Большинство и магазинов И заправки Ну, как-то больше Общественный транспорт снизился Особенно в метро Вот когда едешь Особенно молодежь Как-то не очень-то Они хотят И пусть нас простят Зрители, радиослушатели Мы без масок Только во время эфира Вот я вижу У вас У меня лежит Я пишу Вот смотрите Заголовки новостей Этой недели Пестрят такими Что-ли скандальными Противоречивыми Какими-то фактами Стоит их Наверное Зачитать Известный вирусолог Академик Гинсбург Заявил об эффективности Российской вакцины Спутник 5 И о всех возрастных Группах Она дает положительный результат Германия Италия Франция Другие страны Объявили о приостановке Вакцинации Препаратом Астрозенека В Белоруссии Стартовала вакцинация Китайским препаратом Против ковид Начали с 39 Поликлиники Кстати Минска В Европе Разгорается скандал Вокруг регистрации Вакцины Пфайзер и Модерна Ирина Семеновна Где правда? Чем вакцинируют В Минске И как бы Вторая часть вопроса Когда будет свободный Доступ к вакцинации Всех желающих Значит в Минске Вакцинация В Минске Началась Российская вакцина Спутник ВИМ Первая вакцина Была Первая партия вакцины Поступила Где-то Конец февраля-март Там было привито Две с половиной тысячи Медицинских работников Они уже завершили Полностью вакцинацию Это вакцина Двухкомпонентная Так называемая То есть делается Первая прививка Через три недели Делается вторая прививка Каких-то побочных эффектов Каких-то осложнений Не было Вы говорите о себе Или в целом? Нет, я говорю о тех Двух с половиной тысячах Медработников Которые привили Сейчас у нас Началось Нет, я пока еще Только вторую партию Первую часть Сделала Первую Сейчас у нас Опять поступила Российская вакцина Спутник ВИМ Сейчас у нас У нас уже привилось Больше трех тысяч человек Это уже прививаются Медицинские работники Сотрудники Учреждений образования И сотрудники Так называемых Закрытых учреждений Социальных Это дома-интернаты То есть выбрали Сначала вот эту категорию Которая Ну наиболее опасна В плане Переноса заболевания И пошла Первая партия То есть Ну первый этап Первая прививка Через три недели Будет вторая Мы тоже прививались У нас в комитете Тоже прививались И много медработников Прививались Спутник ВИМ Китайская вакцина У нас Вот она появилась Только недавно И да Начинали Ее прививать На базе Тридцать девятой Поликлиники О каких-то побочных Эффектах Действительно Никто не слышал Вообще Китай Славится тем Что он победил коронавирус Оттуда все началось И сейчас там никто Фактически не болеет Да То есть можно доверять И китайской Ну а почему нельзя Доверять и китайской А какая-то разница Есть вообще В перенесении В симптоматике Если человек уже Когда в свободном доступе Появится Выбирал бы Российская Или китайская Какой выбрать Ну нельзя так Однозначно сказать Понимаете Все настолько индивидуально Но и та и та Вакцина переносится хорошо Не было каких-то Побочных эффектов Осложнений Что касается Вопроса о том Когда можно будет Массово уже прививаться Ну мы планируем Что где-то в апреле Уже наверное начнется массово Ведется запись желающих Записаться можно Либо при обращении В поликлиниках К врачу Либо на сайтах Учреждений здравоохранения Поликлиника Есть такой специальный раздел И можно записаться Ну по электронной почте Перед прививкой Обязательно осматривает врач Проводится термометрия И человек обязательно пишет Информированное согласие Подписывает В котором его знакомят С возможными там Осложнениями Побочными эффектами Все поэтому Пока собираются данные Пока люди записываются Скоро можно будет выбирать Не только между российской Китайской Но и между белорусской В том числе Да мы где-то уже Наверное в апреле Конец марта Апрель Наш завод Белмедпрепараты Должен выпускать Это не белорусская вакцина Это мы пока Нам россияне дают Российская федерация Дают То есть мы как бы Разливаем Да Ну и Поведутся работы По разработке белорусской вакцины Вот кстати о ней Высказывался И глава Минздрава Дмитрий Педневич Он уверен в ее успехе И экс-глава Минздрава Кораник Тоже убежден в вакцинации И уверен что Это поможет Распространению COVID-19 Но очень много скептиков Вообще Вот что бы вы сказали Им Вот в моем например лице Тем кто Достаточно настороженно Относится к вакцинации И особенно Слыша о том Что в некоторых странах Есть система Принудительной вакцинации Это вдвойне настораживает Да В Израиле очень жесткие меры Нет Принудительной вакцинации У нас не будет Это в общем-то Право выбора человека Но Скептики были И будут Всегда Каждый человек От гриппа у нас Тоже не перерывается Но если вы так отслеживаете Да 20-й год у нас прошел Под знаком ковида Но Все годы Вот если вы отслеживали Ведь когда у нас Началась массовая вакцинация От гриппа Ведь количество Заболевших гриппом Действительно снизилось Количество осложнений Это действительно снизилось То считается оптимальным Если мы прививаем То что касается гриппа 40% населения выше То заболеваемость Эпидемии гриппа Уже последних Несколько лет не было Ну В частности По ковиду Мы планируем Привить 60% населения Для того чтобы Выработался Так называемый Коллективный иммунитет И все-таки Если будут отказываться Вы будете как-то Убеждать Рассказывать Чтобы вот эти 60% Набрать Конечно Мы будем Нет Что значит набрать Это оптимальные цифры Для того чтобы Развился так называемый Коллективный иммунитет Конечно мы будем Убеждать И в частности Средства массовой информации Тоже должны Приложать свои усилия Для того чтобы Людей убеждать Ну давайте вспомним Самый простой Очень древний Ну не древний Очень старый Когда Создавалась первая Вакцина от Успы Кто ее первый Привел Мне кажется Королева Екатерина вторая Екатерина вторая Да И она показала Таким образом Что не надо бояться Ну у нашего народа Немножечко конечно Скептическое настроение Ко всему Но прививаться Много слухов знаете Специально политизирует Эту тему Да Кто-то где-то умер Якобы Стоит ли прививаться Тем кто переболел У них же якобы Есть уже антитела Антитела тоже есть У всех Вы знаете Даже у переболевших Настолько индивидуально У некоторых антитела Держится И высокий Титр антител И держится долго А у некоторых После болезни Он очень быстро падает Это очень Это очень индивидуально Но прививаться надо А вы сталкивались Со случаями Когда повторно Второй и третий раз Люди переболевали Вот насколько Третьего нет Но повторно были случаи Интенсивность Тогда коронавируса Тяжелее или так Меньше Все по-разному Очень Нет Здесь какой-то Закономерности нет Этот вирус Настолько неоднозначный Настолько коварный И как он себя поведет Никто не может сказать И он относительно новый Мы еще слишком мало Про него знаем К сожалению Конечно все это узнается Но узнаем и про него Не так много Активную такую позицию Занимает Дмитрий Евгеньевич Шевцов Главврач нашей первой больницы Он в фейсбуке ведет Такой раздел Как он привился Как он себя чувствует И эти новости У нас набирают Большую популярность Вот он молодец Он таким образом Показывает Что это безопасно На своем личном примере У нас практически все Главные врачи привились Тоже показывали пример Но действительно Каких-то побочных эффектов Не было А осложнение от прививок Бывали всегда и есть Это какой-то минимальный процент Но он может быть Смотрите В Минске пишут Был выявлен И новый британский Штамп коронавируса Пишут о возможной Третьей волне Вот вы тоже предполагаете Об этом говорили При этом сообщается Что в Беларуси Проведут некое масштабное Исследование иммунитета Граждан к коронавирусу И оно может оценить Вообще иммунитет белорусов В целом Не знаю Какие прогнозы бы вы сделали Относительно Вот этого Как вы говорили Как коллективного иммунитета Ну каких-то прогнозов Еще рано говорить Еще у нас слишком мало людей Даже привилось Но мы стараемся Да После прививки Через какое-то время Определять Для того чтобы посмотреть Как он вырабатывается Но этот иммунитет Надо Ну это более отдаленные Такие исследования Пока О массовом Таком речь не идет А что скажете Про британский штамп коронавируса Да Были случаи Выявлены британский штамп коронавируса Они были незначительные Но сказать Чтобы он очень сильно Отличался от Обычного коронавируса Ну как-то пока нет Таких случаев не было Чтобы он очень сильно Отличался Друзья И нашим радиослушателям Напомню Что это эфир Программы Говорит и показывает Минск На радио Минск И у нас в гостях Начальник отдела Комитета по здравоохранению Мингородсполкома Ирина Дрозд И мы сегодня Естественно говорим Про медицинскую тематику И по всю проблематику Вокруг нашего здоровья Да Но столичная медицина Это не только решение вопросов С COVID-19 Это еще и другие вопросы Вот меня лично заинтересовал факт Что в Беларуси Стартовал онлайн проект Подготовки к родам Если раньше нужно было Несколько раз Несколько дней Даже может быть Недель Ездить Для того Чтобы подготовиться То теперь посмотреть видеокурсы Вместо 50-дневных курсов Можно потом рожать Я так понимаю Это усовершенствование Ирина Тименовна И что еще усовершенствовали В столичной медицине Благодаря или же Вопреки коронавирусу Ну в том числе Вот это вот Медико-социальный проект Для беременных Ты не одна Он стартовал В мае 2020 года И в том числе Он стартовал из-за того Чтобы Ограничить Резко уменьшить Количество посещений В поликлинику Для того Чтобы не было Как раз контакта И не было заражения И я вам могу сказать Что Уже этим курсом Ознакомилось Порядка 200 тысяч человек В городе Минске То есть этот проект Имеет место быть Он достаточно популярен И он будет продолжаться Ну что касается Других Скажем так Как перспектив Достижений Конечно Ковид Показал Какие-то проблемные моменты В медицине Вот Но они всегда были Всегда будут Но Ковид Научил нас Очень быстро Мобилизоваться Нет хода без добра Да Ковид Научил нас Достаточно быстро Мобилизоваться Конечно Это было сложно Но мы научились Ковид Мы научились Очень быстро Перепрофилировать Клиники Для того Чтобы Перепрофилировать Их в инфекционные Стационары Мы получили Достаточно много Нового оборудования За этот период Вот то Что касается Вы задавали вопрос Что там Что получил Город Минск Конечно Делалось все Чтобы быстро Диагностировать Вы наверное Были в курсе Когда Как мы перестраивали Работу В том числе Первичные системы Когда начался Заболеваемость Мы очень сильно Ограничили И показали Что Мы очень сильно Ограничили Плановую медицинскую помощь Ограничили посещение Поликлиник Особенно это касалось Пожилого населения С хроническими заболеваниями Вы наверное знаете Что Помощь была Перепрофилирована И направлена на дом То есть У нас организовывались Бригады Мы Хронических пациентов Рекомендовали Больше находиться Дома Их посещали На дому Очень нам помогали Волонтерское движение Все время То есть мы доставляли Им рецепты На дом Лекарства на дом Осматривались они На дому Мы научились Перепрофилировать Стационары Для того чтобы Делать вот эти Инфекционные отделения Инфекционные боксы Вот Ну и Мы научились Не совсем до конца Но мы уже Немножко умеем Справляться с ковидом Я все-таки Уцепился за вашу фразу По поводу оснащенности К сожалению На этой неделе Минздрав был вынужден Ну что ли Оправдываться Относительно Работоспособности Медицинской техники Они заявили Что в Беларуси По состоянию На 15 марта В ремонте Всего 5 процентов Высокотехнологичного Оборудования Что вот В Минске Вы сейчас сказали Что поступила техника Куда поступила Насколько она Работоспособна Где будет Какие-то новые аппараты В первичном звене В стационарах Расскажите В 2020 году Город Минск Получил 10 новых Компьютерных томограф Которыми обеспечили Оснастили Именно первичное звено То есть Во всех районах Если вы Ну вы наверняка знаете Что КТ У нас всегда Было только При стационарах То сейчас у нас Все поликлиники Центрально В каждом районе города Выбрана одна из поликлиник В котором был установлен КТ Это новый современный аппарат Производство фирмы Сименс Ну Конечно Сначала Он начинался работать Только для пациентов С ковидом Потому что Как вы знаете Что пневмония ковидная Уже об этом все знали Практически Практически Видна только При выполнении Компьютерной томографии Поэтому Для того Чтобы немножечко Снизить нагрузку На стационары Это первое А второе Для того Чтобы охватить население Чтобы все это Были установлены Эти компьютеры Они все работают Они уже очень хорошо Научились работать Более того Учитывая то Что ковид у нас уже На данный момент Он падает Затихает Они начали работать И же выполнять И другие исследования Не только легкие А они будут выполнять Все исследования Они прошли обучение То есть В этом плане Как раз Очень хорошо Оснастились Что касается Ремонта Так называемого Тяжелого оборудования КТ и МРТ На данный момент В Минске Есть Проблемы В онкодиспансере Вот то что Называл Минздрав И в больнице Скорой помощи Ангиографа Это все Очень отслеживается Это никоим образом Не влияет На оказание Медицинской помощи Потому что В случае необходимости Мы принимаем Быстрые решения О перенаправлении Потоков пациента Поверьте Ни один пациент Не оказался без Этой помощи Потому что Те же ангиографы Есть И в других клиниках Те же КТ Из других клиниках Во многих учреждениях У нас по два Стоит компьютерных Томограф То есть Без этого Тяжелая Любая техника Ломается Нагрузка С которой они работали Понимаете Это техника Это не человек Ему нужно КТ или МРТ Нужно работать И нужно отдохнуть А с такой нагрузкой Которой они работали Конечно Были поломки Но это не критические А поломки Которые постоянно Отслеживаются Принимаются все меры На то чтобы Это максимально быстро Устранить Ну и мы в этом году Ожидаем поставку Еще пяти Компьютерных томографов Новых Которые будут ставиться В клинике И ангиограф Новый То есть Это прибор Ну прибор Тяжелое оборудование Для проведения В основном Рентгеноваскулярных Ангиографических Исследований Лечения Все это Больше такие Кардиологические Неврологические Скажите А сделать КТ Может любой житель города По желанию Либо это только Назначение терапевта Если подозрение На ковидную пневмонию Как сейчас именно Вот попасть Ну понимаете Хочу Вот я хочу сделать Это не совсем Правильный подход Во-первых Компьютерная томограмма Это достаточно Вы должны знать Что это достаточно Большая доза облучения Она намного больше Чем например Рентген Или флюорография Поэтому просто так Сделать КТ Потому что я хочу Я бы никому Не рекомендовала Для любого Исследования Должны быть показания Поэтому Если У вас есть Какие-то жалобы У вас есть Какая-то клиника Конечно Вам назначат У нас нету Сейчас никаких Очередей Ожидание Один Два дня А в случае экстренной Необходимости Это делается Тут же А расскажите Как вот сейчас В данный момент Работают поликлиники Работают стационары И будут ли они Как-то перестраиваться К третьей волне Которую вы говорили Что ожидаете Поликлиники Работают сейчас В обычном режиме То есть Ну с 8 утра до 8 вечера Плановая медпомощь Оказывается Плановая медпомощь В поликлиниках Уже оказывается Уже начинается Диспансеризация Уже начинается Осмотр И все это Оказывается Значит Часть стационаров У нас была Вы наверное В курсе Была перепрофилирована Когда была максимальная Заболеваемость И часть стационаров Мы перевели Под работу Как инфекционная Сейчас уже Возвращены К обычному режиму Работы Причем это уже давно Первая клиника У нас полностью Работает Как обычная Третья клиническая Больница У нас была возвращена К обычному режиму Работы Два корпуса Четвертая клиническая Больница А со вчерашнего дня У нас приступил К работе Еще один корпус Второй Городской клинической Больницы Там где Расположено отделение Неврологии Пульмонологии Гастроэнтерологии Ревматологии То есть мы Отслеживаем ситуацию И в связи с эпидситуацией Мы принимаем решение Открывать клинику Или не открывать Ну если все пойдет Так как сейчас То мы будем И дальше открывать Возвращать их К обычному режиму Работы Если третья волна Если будет третья волна Значит мы будем Перепрофилировать Опыт у нас уже есть Мы научились это делать Мы знаем как это делать И будем возвращать Тогда к сожалению Как инфекционная Вот смотрите Любовь на нашем радио Ведет ряд программ С возможностью интерактивного общения И такая возможность У нас есть В том числе и на портале Минск Ньюс Ба И мы вот с ней Постарались собрать Те вопросы Которые в отношении Медицины Что ли Медицинское обеспечение Приходят Я пожалуй начну Первый Вот такой вопрос Скажите объективно В каких районах И микрорайонах Минска Не хватает поликлиник И когда появится Амбулаторно-клиническое Учреждение В районе Минск Мир Чтобы не хватало Поликлиник Такого В городе Минске Сейчас нет Если Походить У нас есть население Есть районы С более старым населением Есть районы С более молодым населением Соответственно Вы понимаете Что там Где население Более молодое Там все-таки Меньше нагрузка На поликлинику Там где Население более пожилое Там естественно Больше людей обращается Но сказать что у нас Какие-то критические Позиции Такого нет Что касается Минск Мир У нас были за последние годы Построены достаточно много Новых поликлиник Отреставрированы Недавно открылась Амбулатория В поселке Сокол Нет не Сокол Сокол как раз Планируется Новая амбулатория Лебяжий Там открылась У нас была В декабре Вступила очень 20-я поликлиника Которую очень хорошо Отремонтировали Да Что касается Минск-Мира Да Там планируется Поликлиника Еще не принято решение Будет это отдельно Взрослая детская Или это смешанная Поликлиника Есть и такие Как вы знаете Но проект рассматривается Я думаю Что этот или следующий год Мы приступим уже К проектированию Еще вопрос К вам Попасть к гинекологу Или врачевской практике Настоящий квест Какие у комитета Планы по реорганизации Системы здравоохранения Первичного звена В столице Ну Что вы имеете ввиду Квест Это сложно Попасть Достаточно сложно Удовлетворить желание Скажем так К врачу В течение полумесяца Ну Наверное Это не всегда Может быть У нас нету Сейчас такой большой Проблемы Записаться к врачу У нас просто Иногда население Не понимает разницу Между плановой помощью И экстренной помощью Экстренная медицинская помощь Оказывается Сегодня и сейчас Это оказывается быстро Есть понятие Плановая медицинская помощь Записаться планово Можно По электронным Через электронные сети Можно по телефону Всегда талоны остаются Но к сожалению Мы не всегда Конечно Можем удовлетворить Человек хочет планово Записаться Но он хочет завтра Или послезавтра Ему предлагают Через неделю Через 10 дней Но иногда надо и так Для того чтобы Всех обеспечить Сегодня на сегодня Не всегда такое бывает Но повторяю еще раз Экстренная помощь Оказывается Сегодня и сейчас Никаких Никаких проблем нету И женские консультации Не настолько загружены Чтобы возможно были Возможно были Какие-то проблемы Когда была закрыта Плановая помощь То есть оказывалось Практически экстренно Сейчас потихоньку Все возвращается Но я очередей не видела В женских консультациях То есть реорганизацию Системы здравоохранения Пока не планируется Ну как таковая Реорганизация Подразумевает Вообще изменение Полной системы Таких решительных Радикальных мер Мы пока в общем-то Наверное Постепенно мы видим Какие-то шаги Там электронные очереди Появляются Еще что-то Электронные очереди Рассматривается Вопрос о создании Личного кабинета То есть У вас создается Личный кабинет Где вы будете Видеть свои анализы Все свои исследования Все вы сможете Заходить Электронная карточка Электронную карточку Которую должны получить Все У нас еще не все Вот это важно Потому что все С одной поликлиники Переезжаешь в другой район Эти бумажки непонятные Совершенно правильно А увеличить например Время приема Чтобы не скапливалась очередь Пришел к назначенному времени А предыдущие Тоже по талончикам Все строго Но они еще сидят Вот как вы с этим вопросом Семь минут на прием Все-таки мало Можно я отвечу Как эмоционально может быть Потому что Появятся еще три женщины Которые скажут Нам только спросить А потом бабушка Которая скажет Я только по анализу А потом дедушка Который скажет А мне назначали Бесталончика Врач сказала Нужно зайти Но если не трогай Их вопрос времени Именно Вы знаете Время Эти цифры усредненные Которые вырабатывались Так сказать Годами Все Но К сожалению Не всегда Можно уложиться Время Иногда пациента Можно посмотреть И за три И за пять минут Объяснить ему Анализ за три минуты А иногда пациенту Надо уделить И 30-40 минут Поэтому Ну иногда Приходится подождать Но стараются Мы для этого И вводили талонную систему Чтобы более-менее Человек по времени А то что касается Ваших Мне только спросить Или только анализы Вы наверное слышали Что в поликлиниках Сейчас развивается Система Врача общей практики То есть это вот Один из этапов Реорганизации Или как доврачебный кабинет Нет Это немножечко другое Доврачебные кабинеты Как были Ну раньше они назывались Доврачебные кабинеты Там куда вы можете обращаться Для того чтобы заказать Выписку Для того чтобы заказать Иногда те же рецепты Врач общей практики Подразумевает Так называемую бригаду В которую входит врач В которую входит помощник врача И в которую входит медсестра Три человека Да То есть для того Иногда ведь пациенту Не надо к врачу Иногда ему достаточно Обратиться только к медсестре И иногда ему достаточно Какие-то вопросы Будет решать помощник врача Вот для того чтобы Немножечко освободить врача Чтобы он занимался Действительно тяжелыми больными Мы и вводили такую систему Но сейчас уже практически В Минске стопроцентная Вот обеспеченность врача Еще какие-то вопросы Да Про партнерские роды Очень многие жалуются На то что их до сих пор нет Можно ли мужу присутствовать При родах При обыкновенных Либо при естественных И при кислевом стечении Пока мы это не рекомендуем Учитывая то что Для проведения партнерских родов Требуется конечно анализ ПЦР Но бывают ситуации Когда человек уже болен Но ПЦР еще не показала И ПЦР иногда может сработать На седьмые-восьмые сутки А человек сдал Вот для того чтобы нам Предотвратить скажем так Инфицирование И для защиты матери и ребенка Мы пока не рекомендуем это делать Пока не стоит вопрос о том Чтобы вернуть партнеру При нормализации эпидемиологической ситуации Конечно все это будет рассматриваться Ой Ирина Семеновна Спасибо Такой насыщенный у нас сегодня эфир Друзья я напомню что это эфир Радио Минс был Программа говорит и показывает Минс Сегодня были ведущими Дмитрий Портон, Любовь Луцевич А у нас в гостях была Руководитель отдела Комитета по здравоохранению Мингородсполкома Ирина Семеновна Дрозд Естественно мы говорили о медицине И подводили итоги уходящей недели Сразу после радиоэфира Вы сможете увидеть видеоверсию Нашей программы На портале Минск Ньюс Бай А также на нашем официальном Ютуб канале Ну надо пожелать только здоровья Здесь как-то логично всем К сожалению снег пошел сегодня в пятницу Но давайте будем дожидаться Теплой весны И как будто бы чтобы не пришла Третья волна коронавируса Мы очень на это надеемся До свидания Спасибо До встречи Говорит и показывает Минск Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok